Детская экологическая организация Я пришла сюда для того, чтобы сказать вам, взрослые, что вы должны изменить свое поведение. Выходя на эту трибуну сегодня, я не имею тайных планов. Я сражаюсь за свое будущее. Потерять свое будущее – это не то же самое, что проиграть выборы или потерять несколько пунктов на фондовой бирже. Я пришла сюда для того, чтобы говорить от имени всех будущих поколений. Я пришла сюда для того, чтобы говорить от имени детей, голодающих во всем мире и плач которых остается неуслышанным. Я здесь для того, чтобы высказаться в защиту бесчисленных животных, умирающих повсюду на планете потому, что им уже больше некуда уйти. Я боюсь гулять в солнечный день из-за дыр в озоновом слое. Я боюсь дышать этим воздухом потому, что не знаю, что за хими-реагенты теперь в нем находятся. У себя на родине, в Ванкувере, я раньше ходила на рыбалку со своим отцом, пока несколько лет назад мы не узнали, что в этой рыбе полно канцерогенов. И еще мы слышим о животных и растениях, вымирающих ежедневно, исчезающих навсегда. Я мечтала, что за свою жизнь я насмотрюсь на огромное стадо диких животных, джунглей и тропические леса, полные птиц и бабочек. А теперь я даже не знаю, доведется ли моим детям вообще их увидеть. Вам, когда вы были в моем возрасте, не приходилось переживать по поводу таких вещей. Все это происходит у нас на глазах, а мы продолжаем вести себя так, как будто времени у нас навалом и все решения уже имеются. Я всего лишь ребенок, и у меня всех этих решений нет, но я хочу, чтобы вы осознали, что нет их и у вас. Вы не знаете, как заделать дыры в озоновом слое. Вы не знаете, как вернуть семгу в мертвый ручей. Вы не знаете, как воскресить уже вымерших животных, и вы не можете вернуть леса, что когда-то росли там, где теперь пустыни. Если вы не знаете, как все это исправить, прошу вас, перестаньте разрушать это. Быть может, здесь вы делегат от своих правительств, бизнесмены, устроительные, журналисты или политики. Но в действительности вы все отцы и матери, сестры и братья, дяди и тети, и все вы чьи-то дети. Я всего лишь ребенок, но я знаю, что все мы часть семьи, в которой 5 миллиардов человек, а на самом деле 30 миллионов видов. И ни границы, ни правительство этого никогда не смогут изменить. Я всего лишь ребенок, но я знаю, что все мы оказались в этой ситуации и должны действовать как один, единый мир, идущий к одной единственной цели. В своем гневе я не слепа, и в своем страхе я не боюсь рассказать этому миру о том, что я чувствую. В моей стране производится очень много отходов. Мы покупаем и выбрасываем, покупаем и выбрасываем. Однако, северные страны не желают делиться с нуждающимися. Даже когда у нас есть более чем достаточно, мы боимся поделиться, боимся расстаться с частью своего богатства. В Канаде у нас привилегированная жизнь, у нас полно еды, воды и крова над головой. У нас есть часы, велосипеды, компьютеры, телевизоры, список можно зачитывать в пару дней. Два дня назад здесь, в Бразилии, мы испытали шок, когда провели немного времени с детьми, живущими на улице. И вот что сказал один из этих детей. Я хотел бы стать богатым. И если бы это произошло, я накормил бы всех детей на улице, дал им одежду, лекарства, приют, заботу и любовь. Если ребенок, живущий на улице, у которого ничего нет, хочет поделиться с другими, то почему мы, у кого есть все, по-прежнему такие шапные? У меня из головы не идет, что эти дети одного со мной возраста, что такую огромную роль играет место, где ты родился, и что и я могла бы оказаться одним из детей, живущих в трущобах Рио. Я могла бы быть голодающим ребенком в Сомали, жертвой войны, на Ближнем Востоке или по кошайкой в Индии. Я всего лишь ребенок, но я знаю, что если бы все деньги, потраченные на войну, потратили бы на разрешение экологических кризисов, искоренение нищеты и поиска договоренностей, то каким чудесным местом стала бы Земля, в школе и даже детских садиках? Вы учите нас тому, как вести себя, вы учите нас не драться с другими, находить решения, уважать других, убирать за собой, не причинять другим существам боль, делиться, а не быть жадными. Почему же после этого вы сами идете и делаете то, что учите нас не делать? Не забывайте, для чего вы присутствуете на этих конференциях, для кого вы делаете это, ведь мы ваши родные дети. Вы сейчас решаете, в каком мире мы будем жить. Да, родители должны иметь возможность, учащая своих детей словами, все будет хорошо, мир на этом не кончается, и мы делаем все, что в наших силах. Но мне кажется, вы больше не можете говорить нам эти слова. Мы вообще числимся в списке ваших приоритетов. Мой папа все время повторяет, ты есть то, что ты делаешь, а не то, что ты говоришь. Так вот, от того, что вы делаете, я плачу по началу. Вы, взрослые, говорите, что любите нас. А я словам не верю и прошу, чтобы то, что вы делаете, отражало то, что вы говорите. Благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.